Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и сегодня я хотел бы немножко поговорить о своем бизнесе, а именно о АЗС, которая находится в Сан-Фьерро. Для начала давайте-ка, если кто не знает, я покажу дорогу. Если вы находитесь в каком-то далеком месте, неважно, где вы находитесь, вы просто прописываете GPS, если хотите попасть в мою АЗС, после чего находите общественные места, нажимаете ОК и находите тут церковь. И едете к церкви. Церковь находится в городе Сан-Фьерро, вот в этой вот части. Почему я решил сделать такой ролик, где я расскажу немного о бизнесе, так как я уже по сути все это делал. Так вот, чуваки, я изначально хотел продать свою АЗС, но после я подумал и решил поднимать ее. Если они узнают многие подписчики и будут закупаться там, то это будет действительно круто. Какой плюс вам там закупаться? Там довольно-таки дешевый бензин, но он уже подорожал, довольно-таки дешевый, но подорожал. Отлично сказано, ну ладно. Так вот, он стоил 5 баксов, но, ребятки, 5 баксов за литр не хватало для дня купания АЗСки, потому что первое это большая оплата, большая оплата за саму АЗС, так как в день за АЗСку я плачу 5000, понимаете? 5К. И то есть, если финка составляет 5К, некоторые подумают, ну, довольно-таки нормально в принципе. На самом деле нет. 5К это попросту я не зарабатываю ничего, я окупил аренду за этот день, но себе в карман я не получил ничего. А если она ровно 5К, то я ушел еще и в минус, по той простой причине, что еще нужно закупать бензин. И то есть, чистыми я получаю не 5 долларов за 1 литр, а 3 доллара за 1 литр, так как цена 1 литра стоит 2 бакса, то есть, сами понимаете. Поэтому я повысил цену. Чтобы управлять АЗСкой, вам нужно прописать команду филинг. И вот, допустим, смотрим цены. Цена стоит 7 баксов, по той простой причине, что получаю теперь я вот именно 5 баксов. И это довольно-таки неплохо. Чуть позже я покажу вам финку, а пока что расскажу о самой АЗС. В этом ролике я расскажу обо всем в основном, то есть, если вы смотрели мои предыдущие ролики, то информация некоторая будет для вас знакома, но если вы не видели, то, собственно, можете слушать. Данный бизнес я приобрел в ГОСТ, так как мне повезло, мне данная инфу о том, что вот бизнес слетел, и я купил его. Когда я его купил, я обрадовался, потому что думал, что теперь у меня финка будет бешеная, и я ушел в плюс, чем я уходил в плюс со старого бизнеса. Но, ребятки, немножко это не так. Прошлый бизнес, который у меня был 24 на 7, где закупались бандитов, я его продал за 700 тысяч. То есть, с него я действительно за все время ушел в хороший плюс, так как я его покупал дешевле, а продал дороже. Но, опять же, я не хотел продавать его дороже, наоборот, я хотел подписчику продать его дешевле, но у него были деньги, и он решил мне уступить, скажем так, и доплатить за этот бизнес просто так. За то время, что у меня был этот бизнес, я действительно поднял на нем немало денег, и мне кажется, что я уже окупил тот бизнес до его еще продажи, а после его еще и продал за 700к. из того бизнеса, действительно, я ушел в хороший плюс. Но я подумал, что если госцена того магазина стоит 190 тысяч, а госцена АЗС-ки стоит миллион, то по логике, чем дороже в гос стоит бизнес, тем он должен быть круче, думал я. И поэтому решил купить АЗС-ку. Но после того, как я купил эту АЗС, мои, мои взгляды немножечко изменились. Когда я покажу вам финку, вы все увидите. Но вчера действительно был прирост. Я сам там даже не заправлялся, если я не ошибаюсь, вчера. И финночка действительно мне вчера порадовала. Если каждый день будет такая финка, то меня это полностью устраивает. Так вот, когда вы приехали к церкви, что же вам нужно сделать? Вы прописываете команду GPS и нажимаете найти ближайшую АЗС. Вам высвечивается моя АЗС-ка, которая находится в этом месте. Давайте-ка отправимся к Никсу, мне нужно сейчас тоже заправиться. И некоторые люди писали, что вот, ты накручиваешь себе финку, потому что сам там заправляешься. Чуваки, с вами все в порядке? Вы серьезно, то есть, да? Если у меня есть АЗС-ка... Ну, давайте я вам приведу пример из реальной жизни. Если есть какой-то владелец, скажем, закусочный, хороший закусочный, либо какого-то ресторана. И если он приходит в свой ресторан, чтобы там пообедать, позавтракать, поужинать там с семьей, один, с друзьями, неважно. Это означает то, что он сам себе накручивает цену в ресторане? Вы серьезно, ребят? Почему я не могу заправляться в этом бизнесе? Накрутка, если ты, скажем, покупаешь что-то просто для того, чтобы финка была больше. Это первое. А я это делаю потому, что мне попросту нужен бензин, так как смысл мне закупаться у другого чувака и платить деньги другому чуваку, если я могу попросту сэкономить на этом. Серьезно, что с вами не так? Ладно, немножко я выбомбил. И давайте-ка посмотрим теперь. Заправка, то есть вот, я заправил, кстати, получается, митров 20 за 150 баксов. То есть, по-моему, это довольно-таки мало. Также мы видим номер заправки, владелец я, стоимость 1 миллион и цена за 1 литр топлива 7 баксов. По-моему, это не так уж и много. Так вот выглядит моя АЗС, поэтому при желании можете приезжать сюда и закупаться, потому что в Плюсе остаюсь не только я, но и вы, так как бензин за 7 баксов вы мало где найдете. Да, бывают АЗСки и по 5 баксов, но просто у них намного больше покупателей, то есть людей, которые заправляются. Если у меня тоже было бы много чуваков, то есть там финка была бы там 30 тысяч, если я бы там бензин продавал по 7 баксов, то я бы уменьшил ее, то есть ней хватало бы там 25, там 20 тысяч, я бы уменьшил до 5 баксов за литр. Но пока что финночка у меня не такая большая, пусть будет 7, то есть это тоже не так много. Теперь давайте посмотрим по управлению, что же тут есть. Переходим в информацию, давайте посмотрим. Тут написано количество дней, которое есть. Давайте, ребят, сейчас я немножко психанул и поедем. Оплатим, наверное, АЗСку на еще 24 дня. 20 умножить на 5 получается, мне нужно потратить больше 100 тысяч. Карл, больше 100 тысяч. Просто на то, чтобы оплатить эту АЗСку. Отлично. Ладно, что у нас идет дальше? Состояние работает, также количество топлива, то есть вот мне еще нужно топливо заказывать. И оплата 5 тысяч в день. Налогообложение 0%. Также давайте посмотрим, какие тут есть у нас улучшения. Купить улучшенные бензоколонки. Для чего это нужно? Давайте попробуем. У вас уже стоят новейшие бензоколонки. А в чем, собственно, суть? И также увеличить объем цистерны до 10 тысяч литров. У меня это тоже куплено. То есть эти улучшения я не покупал, они у меня уже сами были куплены до этого. И это довольно-таки неплохо. Зачем тогда нужны эти улучшения, я не знаю. Хотя, возможно, они остались от старого владельца, то есть кто-то их покупал. Ну, ладно. То есть почему нельзя сделать то же самое, что с домом? Скажем, купить за 100 тысяч, либо еще за сколько-то тысяч уменьшенное налогообложение. То есть, скажем, чтобы я платил не 5 тысяч, а 2 500. То есть серьезно, потому что оплата 5 тысяч в день, это, по-моему, дохренища. Ладно, также мы можем заказать топливо. Давайте, например, закажу 1 500 топлива. Вот так, вот так. 207 тысяч у меня в банке. Спасибо большое всем, кто вводит ник при регистрации. Это действительно приятно. Давайте-ка нажимаем оплатить. 3 тысячи баксов я потратил. Ладно. Идем дальше. Тут можно открыть-закрыть заправку. Но это делать пока что не буду. Управление кассы. Посмотреть сумму в кассе. То есть, вот мне в данный момент 55 тысяч. Я тут деньги вообще не снимал. Это вот там накопились. И просто я еще закупал на них бензин. А также, по-моему, больше я все равно просрал денег, чем я заработал. Также можно снять деньги с кассы прям тут. Серьезно. То есть, скажем, 1 бакс. Да, прям тут могу снять. Это довольно-таки удобно. То есть, не нужно ездить в банкомат. Давайте дальше посмотрим. Продать АЗС пока что я не буду. И посмотреть доходы. Вот, собственно, доходы. За вчерашний день финка максимальный рекорд был 16 тысяч. Это просто отлично. А до этого мы видим, что 3, 5, 5, 7, 7, 6, 6, 8, 16. Ну и 3 900. Так как сейчас 11 утра. Я думаю, что до конца дня она тоже поднимется. Делать до 10-15. Опять же, возможно, это связано с тем, что давайте просто будем, наверное, стоять тут. А нет, нам нужно отправиться в банк. Так вот, возможно, это было связано с тем, что вчера была суббота. То есть, онлайн на сервере был больше из-за того, что людям не нужно было идти на учебу, работу и прочее. И количество у меня увеличилось. Но, не знаю, опять же, на этот фактор повлияло еще то, что я увеличил цену за литр с 5 до 7. И я хотел бы сказать о том, что, в принципе, если каждый день была бы финка у меня по 16 тысяч, этого вполне хватало. То есть, в день я получал бы чистыми около тысяч, наверное, 8. То есть, это неплохо. За 10 дней я получал бы 80 тысяч. За 100 дней, то есть, примерно где-то за 3 месяца, я получил бы около 800 тысяч. То есть, это, ну, неплохо, согласитесь. Давайте, наверное, не на 24 дня оплатим. Пока что на 10. Потому что, действительно, смотрите, у меня было 2 миллиона 555 тысяч. 555 тысяч. Просто 50 тысяч улетело на оплату, понимаете? И если финка будет больше 15 тысяч там, то да, у меня будет бизнес окупации. Я хоть что-то буду с этого предприятия получать. Но, ребят, чтобы вы также не лоханулись при покупке АЗСКИ. Если у вас есть до этого бизнес, то если вы покупаете в гост, то, конечно, берите. Потому что в любой момент вы можете за такую же сумму продать ее, и вы не уйдете в минус. Ну, а если вы покупаете у кого-то, и просите обязательно скриншоты. Просите обязательно скриншоты финки. Так как в АЗС нельзя инвайтнуть, как в бизнес. А те люди, которые говорят, типа, вот, у меня нет улучшения в бизнесе. Во всех бизнесах есть улучшения. И в любой бизнес, как неизвестно, можно принять чувака, который бы посмотрел бы бусинос. Если вам говорят, что, типа, нет улучшения, значит, просто сразу посылайте этого чувака. Так как он вас обманывает и попросту не хочет показывать реальную финку. Сказал там, что там финка, скажем, 10, а на самом деле финка там 2, 3, 4 тысячи. То есть, понимаете. А когда вы покупаете АЗС, просите, чтобы он занял скриншот статистики на форум. Или там вам в ВК, в Скайп, еще куда-то. Но если, скажем, он продает вам АЗС довольно-таки дешево, то, не верьте, скорее всего, это развод. И по моим, по моим, знаете, таким субъективным критериям, бизнес должен окупаться за 100-150 дней. То есть, если вы покупаете какую-то АЗС, примерно рассчитываете на ту сумму, чтобы то, что вы потратили сейчас, окупилось где-то за 150 дней. То есть, где-то самый такой приемлемый, знаете, срок. Смотрите, если вам продают АЗС за 1,5 миллиона, то вы попросту 1,5 миллиона делаете на 150 дней. И получаете, что средняя финка должна составлять 10 тысяч. Но к этому числу вы еще должны прибавить аренду АЗС и также прибавить то количество денег, которое вы будете закупать для АЗС. То есть, скажем, там около 15-20 тысяч должна быть финка, если вы покупаете, скажем, АЗС за 1,5 миллиона. То есть, ориентируйтесь примерно на данную сумму. Разделите сумму, которую вам предлагают для продажи, на количество дней 150. И получите такую вот финночку. Также еще можете прибавить, собственно, различные расходы. И после чего, если примерно более-менее окупается, то да, берите. А если там даже примерно не окупается, то есть, скажем, вам там предлагают бизнес за 3 миллиона, а у него финка там 10 тысяч получается на 150 дней, то не берите. Это серьезно, вы попросту окупать его будете на протяжении года. И кому это надо? То есть, вы с него толком ничего не заработаете. Только, опять же, если дня перепродажи. Но сейчас я не говорю о перепродаже, я говорю о том случае, когда вы покупаете бизнес себе надолго, а не на перепродаже. И, ребятки, такой вот получился ролик. Надеюсь, он показался вам интересным, информативным. Вы вынесли что-то для себя. На этом, наверное, все. С вами был Бурбон. Можете поставить лайк. Также подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok